Друзья, всем привет! Мы с вами в Нижнем Новгороде и по вашим многочисленным просьбам мы снимаем интерьеры Нижнего Новгорода. В последнее время мы что-то их пропускаем, потому что чаще всего интерьеры снимаем в других городах, так как это как обычно, то что рядом не ценится. Вот я сижу смотрю, Дмитрий Юрьевич, можешь затреть? Нет, не пойдем. Просто мне сегодня сказали, Таня, у тебя что-то щечки в кадре округлились. Я говорю, нет, просто кто-то сильно много соленого на ночь поел. Ребят, мы сейчас находимся в большом интерьере. В принципе, это полноценная квартира, студия такая может быть. Ее переформатировали немного. Здесь разделение гостиная, кухня, спальня родителей и детское место. Пошли смотреть. Так, здесь у нас уголок детской. Ребенок пока еще маленький подразумевается, но со временем ребенок подрастает кроватку. Меняем, сюда спокойно все умещается. Здесь у нас стоит пакс с дверями грима в сочетании с дверью тиседаль. Кстати, кто спрашивал, как они сочетаются? Вот примерно, как это выглядит. Ну, честно, для меня как будто два разных шкафа. Либо тиседаль, надо еще один зеркальный добавить, тогда будет полностью гармонично смотреться. Детский угол. Здесь, в принципе, все логично. Понятно, если это дом, это был либо еще дополнительный источник освещения, потому что темновато. Родительская зона отделена именно вот этим. Раньше прямо у бабушки в деревне так комнаты разделялись. Внутри одной, шторками, стояли кроватки. А кто знает, для чего это было? Для уединения. Для чего? Бабушки? Ну, родственников разделить. А что, любили, чтобы делать? А зачем? Чтобы коварыница. Да? Ну, поэтому давайте... Кто о чем думает, да? Я не могу с этим человеком работать в паре. Хорошо хоть жить могу с ним? Уже хорошо. Так, перемещаемся. Значит, родительская зона, еще дополнительный шкаф отдельно. Хотя здесь по факту, например, можно, если бы место позволяло один каркас перенести сюда и сделать еще дополнительный угол там, не знаю, рабочий. Ну, значит, неактуально. Здесь у нас беста, которая плавно перетекает в стенку такую, да, под ТВ. То есть зона хранения, зона посуды и зона под ТВ. Дальше обеденная группа, диван. В принципе, вот она мини-зона для чтения. И сразу кухня. Не указанных жалко, а нет, указана квадратура. Сейчас я вам скажу. Здесь у нас суммарно 43 квадрата. То есть вот в такую, в принципе, квартиру-студию, в однокомнатной квартире, можно все это разместить. Главное, чтобы это было лаконично. Ну, конечно, здесь не хватает еще входной группы и туалет с ванной, да, диван, который, в принципе, вот как раз вот кухню-то отсекут. Вот такой интерьер. Его дизайнеры периодически меняют. Меняют цвет кухни исполнения, какое-то небольшое внутреннее наполнение. Ну, каждый раз он смотрится по-разному. Пойдем сразу вот в этот интерьер, не будем далеко уходить. Я сразу ищу количество квадратов, но иногда дизайнеры забывают. Здесь тоже примерно... Меня слышно, Дим? Здесь тоже кухня... Здесь студия 25 квадратов, полноценная такая, знакомнатная квартира. Мы с этим интерьером уже немножко заочно знакомы, а на этой месте раньше стоял... Диванчик за 15 тысяч рублей. Не помню. Ну, посмотрите, пожалуйста. Да, новый, который мы недавно в антитоп закидывали. А, так, значит, что здесь? Здесь поставили диван в Иске Лилеонс. Из новых тоже он горбатенький стал немножечко. Риан, подставка под ноутбук. Можно использовать как маленький столик. Здесь подразумевается наличие домашнего животного. Очень интересное решение, которое мне, в принципе, понравилось. Это полка-лак, который в виде маленького столика. Ну, например, если красится, если это девушка... Девушка, стул нет? Ну, можно. Да, в виде такого туалетного столика. Здесь у нас настенная панель с кодис. То есть, по факту, использовано все пространство, которое есть в комнате. Гардероб сделан из буакселя и со шторками. Шторы у нас здесь хилья. Очень плотные шторы сюда не пойдут. Они будут утяжелять пространство. Поэтому нужна именно такая вот легкость конструкции. Плавно перетекаем дальше. Здесь у нас еще одна зона, как бы, да, входная группа. По факту, ну, вот, как будто бы не хватает опять туалета с ванной. Куда разместить? Ну, квартира, наверное, 30 квадратов есть. Наш любимый чемодан. Здесь вся зона хранения расположена. Одно из бюджетных зеркал, кстати, смотри, зеркало Людбюн. И к нему добавили один из новых софитов. Убейте, забыл название. Ребят, ну вот стара стала старушка. Старое название забывать стало. Удобно. К чему говорю? То есть этот софит крепление именно к стене. Вы можете его там и за кровать зацепить, куда угодно. Но когда мы вот делаем, в принципе, под зеркало, мы делаем дополнительное освещение. Но комната больше все-таки поддержку рассчитана. Дальше перетекаем. Здесь у нас кухонная группа. Ну, как будто не хватает холодильника. А, нет, вот есть, маленький холодильник есть. Зона приема пищи, она объединена с рабочей зоной. Тоже логично. И небольшая кухня. Ну, скульт прям вот на минимум на одного человека. В принципе, если добавить сюда туалет с ванной еще где-то квадратов 5, то получится 30 квадратов, где можно разместить, в принципе, все. Иди, нет ощущения все-таки набитости, да? Хотя квадратура маленькая. Пошли в следующий интерьер. Ребят, комната 16 квадратных метров. В принципе, этот интерьер уже давно. Его, наконец-то, внесли в квартиротеку. Вы можете сами посмотреть. Вообще, кстати, для идей, для насмотренности, помимо... Как называется димресурс? Пинтерес? Помимо Пинтереса заходите еще в квартиротеку. 16 квадратов. Фактически это может быть комната в общежитии. Либо большая комната, например, для двух детей, да? Что их нужно разделить. Здесь у нас беддинги, набор столов. Гран, бода. Три штуки, которые можете использовать и как столы, и как подставки. Здесь же стоит стол Норден. Здесь же комод Малем. Напихано на самом деле много. Но при этом, как я люблю говорить, нет утяжеления интерьера. Давай я отойду и сделаю общую проводку именно по этой части. Как разделено пространство? Пространство, во-первых, разделено шкафом ПАКС. А на стенах для увеличения объемности модуля Экет, когда они не куча, а вот такими единичками раскиданы, это дает легкость и воздушность. Плюс разделение полупрозрачной шторой. То есть это как раз ощущение, как будто у тебя окно. Переходим во вторую часть. Дмитрий Юрьевич, прошу. Здесь у нас еще одна кровать. Кровать-чердак Сверта. Внизу маленький, любимый многими парикмахерскими салонами красоты диванчик. Кнопарт. Он не раскладывается. Стол Мики. Ну, конечно, честно, вот давит вот это в качестве рабочего места. Да, Дмитрий Юрьевич? Визуально вроде бы удобно, но ты понимаешь, что если постоянно ты сидишь, воздушности не хватает. Поэтому для меня вот здесь момент спорный. Лучше рабочую зону перенести туда. Но, как говорится, я дизайнер. Я так вижу, на 16 квадратах смогли, в принципе, как говорится, впихнуть невпихиваемые. А мы пошли в следующий интерьер. Но скажу вам сразу. Дизайнеры Самары и дизайнеры Новосиба, а еще дизайнеры теплого стана, отличаются большей креативностью, чем дизайнеры Нижнего Новгорода. Не в обиду. Братан говорит, ничего личного. Я не знаю, на момент выхода данного обзора выйдет ли обзор Икея по Новосибирску, но вот именно на этой части, в Икея Новосибирске, мы с вами смотрели помещение под студию красоты. Здесь же, ну, сложно сказать, это как бы и на офис вроде бы похоже, да? Офис, клиентская зона, но непонятно, зачем куча шкафчиков. То есть вот я не вижу, как вот, вы, кстати, как считаете, что это может быть? Для чего использовать такое помещение? Если это дома, дом и это какая-то гостиная, то уж до хрена больно шкафов. У меня вот желание вот эту стену убрать, поставить еще, например, 2-3 рабочих места, зоны клиентов и где-то какой-то офис. Дизайнерский ли это офис, там, проектный или какое-то бюре, ну, бюро, ну, что-то такое, ну, никак это не сочетается. Вот это и не дом, и не офис. К сожалению, квадратуру нам забыли показать, но в основном здесь у нас обхусы, беста, опять переходит в беста. Мне больше добавить нечего, вроде как новый интерьер, но применить его к жизни я особо не вижу. Говорят, сейчас в моде очень такие малоквадратные квартирки. Вот это 11 квадратных метров, здесь, в принципе, рабочая зона, мини такая кухня, без зоны приготовления, чисто покушать, можно и поработать. Шмоточный угол, место, где поспать, ну, и поработать, место, где покушать, там же поработать. Мы находимся в помещении 11 квадратных метров, фишка его в чем? Практически все белого цвета. Небольшое количество нюансов под дерево, под ткань и металлический стеллаж, хотя бы я хиллс, наверное, бы перекрасила в белый, это бы смотрелось более лаконично. А что это, Дим, может быть? Это может быть комната, это может быть общежитие студенческое вполне, да? Когда, в принципе, у тебя все есть для жизни. А питомец где? А-а-а! Да, ну, вряд ли просто. А в общежитии пускают с кошками? Не знаю. Какие моменты у интерьера? Здесь, в принципе, практически собрана вся бюджетная мебель, но обыграны это бамбуковыми аксессуарами. Дмитрий Юрьевич, соблаговолите. Бамбуковые аксессуары в этой ситуации и дают изюминку, и интерьер становится более красивым, более практичным, ну, я бы так сказала, более, наверное, интересным, что ли. Из моментов, которые на самом деле очень круто и классно смотрятся, что хочу отметить для себя. Это консоли, которые используются под полку, пергсгуль, сюда сложены, как их назвать, чертежи, наверное, да? То есть вот вам лайфхак для бюджетного применения. Дальше, консоль Ландсхульт, и сюда просто из веревки сплетено какое-то украшение. То есть вы, по факту, вот эти консоли можете использовать как угодно, не обязательно это для полки. Это из моментов. То есть это вот вам вариант, как может выглядеть вполне себе такой, знаете, ограниченный бюджет, когда у вас есть фантазия. Ну, смотри, что сюда входит. Рамста, в общем, полностью кушетка, стеллаж, стул, стол, комод, мулек и тележка. То есть не входит зеркало, не входит абажур. Возьмем, я скан приложу. Давай. Помнем. Вот, сними лучше так. А кому надо, просто заскринит экран. За свечу, боюсь. Вот здесь будет, там на пол уже поставить ее. И зафиксируйте себе. Так, а мы пойдем покажу вам еще один интерьер. И, в принципе, больше новых интерьеров, к сожалению, в нижнем нет. Повторюсь, хотелось бы немножечко побольше креативности и фантазии от дизайнеров. Ребята, интерьер, как я говорю, новинка-старинка. 34 квадрата, немножко с апгрейдом, но большое количество девчонок подписчиков просили показать, как же на 34 квадратах помещается огромная гардеробная спальня и еще такая ванная зона. Итак, помещение 34 квадрата. Здесь у нас с помощью кровати Малем и комодов Малем отделена зона. Дальше здесь у нас стоит кресло Поинг. Кстати, момент такой, Дима, иди сюда. Мы снимали днями обзор по креслам. И вот имейте в виду, у поинга, у кожаного поинга, есть такой момент, то есть подушка начинает съезжать и срываться с креплений. У вас получается такая дыра. На это тоже, пожалуйста, обращайте внимание. И вот о чем я говорила, светлая кожа, когда за ней не ухаживать, она превращается в такой вот стремочок. Здесь же у нас зона ванны. Ванны, конечно, огромная. Здесь еще подразумевается, наверное, большой лохань, в который вы легли и кайфуете. Здесь у нас серия Godmargon. Никак не дождемся обновления новой серии. Ну, соответственно, чуть-чуть не хватает света. Если бы это было вживую, это был домашний интерьер, то здесь свет. По факту в 34 квадрата можно уместить зону кухни, чуть поменьше сделать гардеробную. Ну, короче, 34 квадрата можно сделать в одну комнатную квартиру для двоих вполне. Ну, пойдем вот в девочковый рай зайдем, потому что, в принципе, девчонки просили в основном показать именно гардеробную. Да, и что дает уютность? Во-первых, обежевая мебель в сочетании с белым, плюс ковер во весь пол. Потому что, когда ковер во весь пол, ощущение чего-то такого вот, да, такого вкусного. Диван лангрунна. Здесь же зона для чтения. То есть, по факту, это гардеробная, которая еще и является местом такого вдохновения, как Дима говорит, местом женской силы, да? Да, у папы гараж, мама гардероб. Гардероб. У тебя гараж есть? Где мой гардероб? Скоро будет. Наверное. Классно сказал. Давай разворачивайся, показывай шкаф. А я буду хологолить. Значит, у нас здесь угловой каркас пакса, метр, три метра, плюс угловая секция. Цвет под беленый дуб двери здесь не предусмотрено, потому что это будет очень тяжелая конструкция. Фишка в летящести. Конечно, очень хотелось бы, чтобы все-таки наконец-то Икея начала производить заглушки для паксов, чтобы все дырочки были закрыты. Но, увы и ах, вам в помощь другие строительные магазины. Не хочет Икея, чтобы ей деньги несли? Ну, значит, пойдем в другие магазины. Гардеробная полноценная. Здесь, судя по всему, подразумевалось, что у хозяев очень мало верхних вещей длинных, в основном коротких. Разделено на мужскую, женскую зону, зону под верхнюю одежду и зону под длинные вещи. Что дает легкость такой трехметровой конструкции? Во-первых, открытые стеклянные шкафчики, ящики, они сейчас дороже, чем были раньше. Дальше зона разделения, то есть не надо по факту какого-то комода. Именно вот все украшения, какие-то мелкие красивые штучки, ремни и прочее. То есть целая витрина. На самом деле это очень удобно, это занимает меньше места, чем вам кажется, но при раскладывании всего по местам место экономят прилично. Плюс, смотрите, вот такие полки можно использовать для каких-то нежных вещей, которые должны лежать буквально вот там стопочкой друг без друга. Дим, да, это глубокий стеклянный шкаф, ящик, который позволяет видеть то, что внутри. Я могу тебя попросить, я поленюсь сегодня чуть-чуть. Мужская зона, где вешалка для брюк. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, даже вставать не хочу. Вешалка для брюк. Вот как сейчас выглядит новая вешалка для брюк. То есть на нем по факту можно уместить вещей, да, мужских брюк даже больше, чем на старую вешалку. Вот такая вот гардеробная. Здесь еще остаток. Кстати, здесь из полок лак. Дим, у кого-то такое решение уже было? У Альбины, по-моему. У нее белого цвета. Да, у нее белого цвета. Это как раз место, когда у вас остается немного, вы не знаете, чем заполнить, пожалуйста, полки лак. Они очень классно являются местом для складирования стулок. И дальше тнут, конечно, святая святых вместо подобных. Так, все. Муж, иди. Я пошла релаксировать. Вот в тот угол. К 10 часам вечера меня заберешь. Можно? Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok